Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Тепрое образование, позитивный экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи по скайпу. Сегодня предприниматель и общественный деятель Сергей Полонский. Здравствуйте. Приветствую. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 2306191. Сергей, мы будем сегодня говорить, не будем, вернее, говорить о прошлом, а скорее больше о будущем. Но вот в начале для наших слушателей я хочу подчеркнуть, что до мирового финансового кризиса 2008 года вы были одним из богатейших людей России. И вот этот кризис, на ваш взгляд, кризис 2020 года, по оценкам многих экономистов, нам еще предстоит ощутить его последствия. Как, на ваш взгляд, можно ли сопоставить это с тем, что было в 2008? Ну, безусловно, если бы... Я вообще считаю, что кризис 2008 года продолжается сейчас. То есть из него, по крайней мере, российская экономика из него не вышла, да. А что касается мировой экономики, в целом, конечно, нельзя сравнивать. С моей точки зрения, он только еще начинается. Он неописуем и непонятно, в каком направлении, какие будут последствия уже того, что произошло. Поэтому 2008 год, было понятно, откуда началось. Началось с рынка недвижимости в Америке, когда в Майами 85% квартир продавали как инвестиционные квартиры. То есть не последние мили, а инвестиционные квартиры. Из-за этого произошло перезаполнение рынка и обвал, соответственно. А что касается сегодняшней ситуации, то мы, во-первых, стоим на грани технологического, фундаментального изменения. И если эксперты предсказывали, что в 2027 году мы сделаем вот такой технологический скачок, и практически у нас 47% профессий исчезнет, да, и все будет в онлайне. То сегодня мы видим, что это настолько быстро произошло из-за коронавируса, изоляции, да, что уже сегодня все институты практически перешли на онлайн. Хотя еще буквально год назад они говорили, нет, не надо, мы любим оффлайн и так далее. Да, и так же и бизнес принципиально изменился. Более того, все старые взаимоотношения, они разрушились. И фактически сейчас человечество должно будет выстраивать новую систему связи, взаимоотношений, как в бизнесе, так и в туризме, так и во всех остальных. И вот такой мир заново соберется, да, то есть фактически можно сказать, что он разобрался на составные части. Значит, и вот как мы его соберем заново, это, конечно, такой фундаментальный вопрос, и от этого будет зависеть, и какой бизнес будет функционировать, и, собственно, какая будет, скажем так, вообще структура, начиная от экономики, заканчивая политикой. Потому что, как вот этот кризис показал, мы, казалось бы, довольно-таки такие умные ребята, все можем просчитывать, анализировать и там уже прогнозировать. Но получается, что мы можем меньше прогнозировать, чем даже сто лет назад, потому что скорости такие и такие фундаментальные изменения, что это не поддается никакому математическому или логическому анализу и прогнозированию. Следовательно, мы столкнулись совершенно с новыми системами. И это не просто вирус, да, то есть он, помимо бактериологического, да, имеет свойства, он, безусловно, психологический вирус, и, безусловно, он выделяет определенные страхи, а страх, значит, блокирование будущего, то есть люди будут выходить сейчас, пока не разъяснится вся ситуация в целом в мире, да, там, с антидотом или с вакциной там. Но все равно грамотные, скажем так, это была небольшая проверка для человечества, да, тут вопрос следующим заключается. А если будет более сложная бактериологическая ситуация? А если мы вынуждены будем быть заблокированными по полгода? Вот сейчас в Китае опять один район открыли, заблокировали, и прямо военное положение ввели в Пекине. То есть фактически вы, находясь в больших мегаполисах, постоянно находитесь под возможностью, что ваш район или ваш город заблокируют, да, и это особенно важно для таких вот мегаполисов, как Нью-Йорк, Москва, потому что, ну, все-таки в маленьких городах немножко попроще, да, и в маленьких столицах, а на таком мегаполисе, как Москва, его, конечно, нет в Европе, поэтому каким образом здесь это все будет проистекать и куда это выльется, пока непонятно. Но понятно одно, что, во-первых, плотность людей в любом случае должна быть уменьшена резко, а другие требования у людей возникают с этим, скажем так, самоизоляциями, изоляциями к своему пространству, где люди находятся. То есть можно сказать в некоторой степени, что то, что вот мы создавали, например, Федерация, это фактически было первое здание ОАЗИС в Европе, то есть в Европе тогда такого никто не делал, чтобы у нас там люди по месяцу живут и не выходят. И вот сейчас фактически мы говорим о том, что тоже вот те технические требования, которые, ладно, два месяца, да, мы сейчас просидели там три в изоляции, а если мы вот сейчас вот будет, например, осень, да, а если на полгода, а если солнца нет полгода, да, и сидеть в этой комнате три на пять, то есть нужно, всему человечеству нужно задуматься над созданием нового, скажем так, девелопмента, реновации, да. То есть начиная с того, что вот мы сейчас работаем большим коллективом над проектом ОАЗИС, это, собственно говоря, причем мы давно над ним работаем, там, 12 лет. Это в Крылатском, да? В Крамбудже в частности были под это собраны. Суть в том, что как раз вот ОАЗИСы, они отвечают на первом этапе, отвечают вот таким технологическим требованиям, то есть в случае возникновения, например, пандемии, у вас в стране должна быть не одна точка, а две-три точки минимум, да, чтобы они могли автономно работать, да, чтобы там оставался офлайн, потому что только на онлайне креативность не собрать, все-таки нужен офлайн. Соответственно, в мире также, да, то есть у нас нет фактически таких мировых майндхабов, то есть если взять даже там Кремниевую долину, то она принадлежит Америке, там, и так далее, да. И вот нужна сейчас одна из идей у нас проработки, это в частности на Бали создать как раз такой эпицентр, где бы люди могли бы находиться и работать, и отдыхать, да, и таких в целом хабов мы хотим 12 по миру сделать, чтобы они были совершенно нового класса, потому что фактически, если вот задаться, так вот представьте, что вы на планетяне, да, и вы прилетаете, и у вас нет, вот смотрите на планету Земля, и вам состоит задача, вопрос, где вы хотите жить, да, то есть у вас нет ни родственников, ни кого, вот прямо вот вы прилетели, где вы хотите жить. Вот выясняется, что у вас требования есть какие-то определенные, и как сейчас требования у всех нормальных ребят, кто занимается прокачанным бизнесом, а это все, как правило, люди на спорте, на сноубордах, на кайтах, там, на серфах, понимаете, и если раньше вы их могли сдержать, потому что далеко было лететь, не было интернета, да, и они вынуждены были сидеть в этих душных офисах, то сейчас это не так просто сделать, невозможно. И вот выясняется, собственно говоря, что нужно создавать новые пространства, в которых ты мог бы прилететь и приехать, и отдохнуть, и поработать, то есть, понимаете, вот даже, например, если вы на Более сейчас поедете, вы отдохнуть можете, а поработать нет центра, а нет центра на концентрации знаний, да. И так вот выяснилось, что на самом деле я так посмотрел, а где же я хотел бы жить, да, чтобы можно было и самореализоваться, и в то же время, и выяснилось, что таких мест в мире-то и нет, вы понимаете, да, то есть все какие-то местечковые, значит, либо созданы по старому прототипу моделей жизни, технологий, всего остального, поэтому у нас так получилось, что мы давно над этим вопросом работаем, да, и у нас очень серьезный коллектив, и Сергей Чероб, он это главный архитектор федерации, и, ну, огромное количество проектов сделал у него в Германии бюро, там, и так далее, и Андрея Осадова бюро, это, ну, одно из лучших архитектурных, ну, и так далее, то есть вы понимаете, и выяснилось, что вот это вопрос, то, что вчера мы, когда создавали Оазис, это было пожелание, желательно было бы улучшить, да, то сегодня это вопрос жизни и смерти, то есть если вы не создадите пространство, где будет комфортно сознанию, значит, предпринимателей, ну, то есть любой предприниматель – это уже креатив одно и то же, да, потому что есть бизнесмены, для бизнесмена не обязательно нужен креатив, предприниматель – это пассионарий, им он без создания нового, он ставит, то есть предприниматель – это пассионарий, а бизнесмен – это менеджер, да, то есть это тоже важный момент, значит, и вот, да, многие, Поэтому для тех, то есть, а в будущем, вы понимаете, оцифровано будет все, что находится в пределах 0,1, счетных параметров, да, и тут, конечно, у нас есть огромное количество преимуществ, да, с одной стороны, у русско-говорящих людей в мире, у нас есть диаспоры в каждой стороне мира, и они оффлайновые, и через них можно как-то... Сейчас, во-первых, весь товарообмен изменился и умер, то есть, все бизнесы практически, можно сказать, что начинаются с нуля, да, то есть, произошло такое глобальное обнуление, то есть, оно еще не закончилось, непонятно, но, тем не менее, можно сказать, что вот все настолько хрупко, что математически непросчитываемое, поэтому будут возникать новые формы как потребления, так и должны появиться новые оазисы, То есть, пространство, где было бы комфортно находиться, то есть, сегодня, к сожалению, вот таких мест на планете Земля, как выяснилось, нету. Спасибо большое за выступление. Да, получается, что Владимир Путин в какой-то степени выступил таким провидцем и пророком, потому что первое, что он сделал, это заявил об обнулении своих сроков, и далее случился COVID-19. Ну, это, конечно, ирония, а если говорить серьезно, то я обратил внимание, что до COVID-19 было, в том числе и в Риге, много открытых офисных зданий, сейчас они пустуют. Вот, на ваш взгляд, меняется система подхода к традиционным офисным пространствам, то есть, в связи с таким резким глобальным переходом в онлайн, будут ли востребованы классические офисные здания, как вы считаете? Вы знаете, смотри, это такое фундаментальное, мнение экспертов, 50% людей не вернутся в старые офисные здания, и, соответственно, старым офисным зданиям нужно будет реноваться, то есть, собственно, у нас есть проект не только создания новых городов в ОАЗИС, и вы можете этаж сделать ОАЗИС, да, можете сделать здание ОАЗИС, и, то есть, по-другому они не выживут, потому что слишком опасно, слишком душно, слишком бескислородно там и так далее. Но, кстати, что касается Риги, вы знаете, возможно, что вот как раз такие вот города, как Рига, да, они в свете меньшей опасности в случае пандемии могут иметь запасной, являться запасным аэродромом для крупных компаний, находящихся в большой скученности. То есть, можно переехать, да, можно переехать, если что, сюда. Да, 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 понимаете, попробуйте, смотрите, это мне сейчас пришла такая мысль в голову, да, ну, что вот, мне кажется, это очень большое конкурентное преимущество, может быть, для Риги. Он комфортный город, очень маленький, там просто обеспечить, и можно предоставлять такие услуги, в случае чего туда вылетает пять топ-менеджеров, значит, они там, ну, как бы и в оффлайне, и в онлайне, там, и так далее. То есть, такое, знаете, как этот, как центр, ну, короче, мне кажется, что-то в этом красивое есть. Ну, вот вы упомянули про инопланетян в предыдущем своем ответе, в 2004 году вы могли полететь в космос как космический турист, но там не сложилась история с ростом и весом. Вот сейчас весь мир наблюдал за полетом SpaceX Лана Маска, он, кстати, тоже планирует космический туризм в дальнейшем развивать. У вас была идея сделать космическую гостиницу, сейчас она больше вас не привлекает, эта идея? Да, значит, спасибо, значит, оказывается, кто-то следит за моей деятельностью. Действительно, значит, я в 2004 году готовился в космос, не полетел не из-за веса, а из-за двух сантиметров. Но это, собственно говоря, вы знаете, это как бы был первый звонок Роскосмоса, что если они будут с таким подходом, значит, относиться к процессу, то они проиграют весь космос, маску. И мы тогда, мы запроектировали уже космическую гостиную, даже нарисовали в 3D, модули собрали. То есть, как бы, мы, у нас, скажем так, все, кто знает, да, эту историю, знают многие, есть большая вероятность, в общем, скажем так, если бы тогда мне не помешали, да, возможно, что наша бы все-таки гостиная была бы первой, туда бы леталось и человечество. Ну, ничего страшного, значит, маска полетела, хорошо, я в его корабль шикарно помещаюсь, я написал заявление, значит, на полет на МКС на Драгоне. Вот. Я думаю, что, у нас вообще, вы знаете, у нас такая идея была, для чего мы, собственно говоря, что не просто космическая гостиная, вы понимаете, а это такое место. Дело в том, что ведь человечество последние 100 лет, вот оно никак все не может решить все проблемы, да, то есть, ну, такие глобальные, имею в виду все войны. Одна, первая мировая война, вторая, третья, сейчас, ну, то есть, это, ну, как-то неправильно. И мы пришли к выводу, так сказать, с группой, так сказать, единомышленников, работающих над проектом ОАЗИС, да, что, если методами сама система задачи решается, нужно посмотреть со стороны, собственно говоря. И самое лучшее место, откуда посмотреть со стороны, это МКС. И я думаю, что есть такая идея собрать, поскольку надо сделать девелопмент мира, да, то есть, если бы напали инопланетяне, тогда нужно туда отправлять военных, понятно, да. Хотя я не понял, при чем-то инопланетяне, я про инопланетяна вообще ничего не говорил, кстати, я их не видел. Значит, мы тут все инопланетяне, наверное, планетяне, земля, знаете, планетяне, напланетяне. Вот, а если нам нужно, а нам нужно сделать девелопмент, и девелопмент мы поручили в 20 веке сделать президентом, политиком. Вот они целые сто лет занимаются девелопментом мира, и ничего у них не получается, понимаете. Значит, надо сделать какие-то выводы. Первое, возможно, надо решать методами над системными, посмотреть на все со стороны, а во-вторых, надо, может быть, собрать все-таки профессиональных девелоперов, да, то есть, вот если ты хочешь сделать, например, ремонт в квартире, ты же зуботехника не позовешь, да, или к маляру не пойдешь сделать, значит, там, стричься, да, или там, значит, операцию на сердце. А здесь, то есть, понятно, у земли проблема, и, значит, поэтому нужно собрать самых прогрессивных, значит, ребят, вот Маск, я, и там, ну, как бы мы сейчас составляем список, то есть, у нас на самом деле работает там, скажем так, и идет целый процесс, и мы как раз, мы говорим о том, что вот оазисы, которые мы сейчас собрали, они в итоге должны превратиться, то есть, это точки такие, точки роста, где человек начнет себя чувствовать по-другому, да, неуставшим в этих городах, да, где вытаскивают всю энергию, где мы биороботов превращаемся, и вот сначала 12 оазисов по миру, да, там где-то улицу сделать в виде, значит, оазиса, там могут быть разные формы, а потом весь мир должен стать живым, мир all the world, вот, собственно говоря, такая, как бы, то есть, а пока у нас пустыня, да, то есть, скажем, конечно, не совсем пустыня, она нам достала, нам шикарную дали землю, вы понимаете, то есть, у нас, ну, потрясающая красота, ну, такого, ну, вот, вот, если вы захотите что-то добавить на землю, вы не сможете, мы, вот, девелоперы, играем в такую игру, значит, собираемся, три человека, должно быть, минимум, и обсуждаем, а вот что можно добавить на землю, да, и вот, ну, в процессе таких игр, собственно, мы пришли к выводу, что ничего туда добавлять не надо, вы понимаете, здесь все есть, и единственное, в чем проблема, это человек, да, то есть, человек ведет себя безобразно на планете Земля, начиная от войн, заканчивая всем остальным, поэтому, конечно, так сказать, ну, да, но человек и сознание, вы понимаете, то бытие определяет сознание, да, и вот тут вопрос, пока мы живем в старых городах, эти же города, вы понимаете, я, я, кстати, вот, Рига не относится к такому, да, то есть, то есть, а так, вообще, в целом, все города, они были построены в 19-20 веке, да, то есть, они не приспособлены для жизни людей, они приспособлены для того, чтобы здесь, значит, обслуживать, значит, работать и умирать, понимаете, да, собственно говоря, точно не жить, вот, а поскольку все, что, так сказать, может быть оцифровано, будет оцифровано, и самый, значит, самый ценный продукт в будущем, как и в настоящем, как и в прошлом, да, собственно говоря, это креативность, создание нового, это профессионарность, а пассионария в подвалы не загнать, поэтому, поэтому давайте, вот, вот я вам все рассказал, вам, не знаю, книжки пишу я, у меня, кстати, вот, вот это написанные книжки, значит, их, кстати, можно просто скачать в интернете, и вот это книги времен, когда создавался Мирокс, да, и, ну, объективно, такой компании в Европе до сих пор нету, да, и вряд ли будет, собственно, мы создавали тогда тренды, мы дубайских девелоперов учили, да, мы вместе, мы, ну, то есть, мы создавали рынок, да, то есть, мы вообще создали, как бы, целую отрасль, да, потому что тогда, конечно, да, и в России вообще, да, то есть, у нас 20-этажные дома были, и никто не понимал, что такое офисное здание, поэтому, и то, что нам удалось сделать в 11 странах мира, там, да, и в Париже, и в Лондоне, там, да, пусть где-то там, так сказать, за нас доделали, да, кто-то там украл объекты, но, тем не менее, компания класса, такого класса, их сейчас, так сказать, очень сложно создать, может быть, невозможно, поэтому, а может быть, и не нужно, вы знаете, хотя, что так не нужно, конечно, нужно, поэтому мы сейчас сконцентрированы, еще раз, я приглашаю всех при участии, значит, у нас, значит, в, над проектом будущего, как раз будущих пространств, будущих городов, в которых комфортно жить, и более того, вы знаете, они будут экономически целесообразны, то есть, например, в стандартной конфигурации 50% налогов уходит на эксплуатацию города, где вы живете, да, ну, потому что технологически так, а там, поскольку не будет бюрократов, не будет, значит, суды должны быть на смарт-контрактах электронные, там, понятно, что с преступностью там просто ноль, да, только, ну, какая-то бытовуха, а все остальное, ну, технологически невозможно, и в то же время свободное, то есть, там должно быть, мы считаем, что минимум, знаете, вот, чтобы Скайнет не оцифровал человечество, должны быть цифровые крепости созданы, и одно из требований, это 50 нобелевских лауреатов должно быть в одном месте, да, то есть, тогда их невозможно оцифровать, я, ну, образно говорю про нольевских лауреатов, то есть, это тоже важный момент, потому что человечество стоит на пороге оцифровки, и... Да, сейчас нам нужно сделать небольшой перерыв, буквально несколько минут, потом мы вернемся и продолжим, оставайтесь с нами. Мы продолжаем, это программа «Абонент доступен», в студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев, с нами на прямой связи предприниматель и общественный деятель Сергей Полонский, здравствуйте, Сергей, еще раз слышите ли вы нас? Сергей покинул нас, видимо, подумав, что... А, нет, он вернулся, да. Сергей возвращается в эфир, и мы возвращаемся в эфир, и у нас много звонков от наших радиослушателей, начнем их принимать, и вот первый звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Владимир Сергей Юрьевич, здравствуйте, я работал на компанию «Мирок», «Мирок», мы ребята бригады из Латвии строители, так что мы работали у вас? У меня такой вопрос будет, смотрите, когда мы у вас работали, это действительно была лучшая компания Европы, работать у вас там было честь, несмотря на то, что нас кинули, ну там, по-моему, всех под конец кинули. Не вы лично, не вы, не к вам претензия, вот. Это были лучшие годы, мне очень нравилось работать на компанию «Мирок», я очень горд, что я там был. Хочу поделиться своими ощущениями, смотрите, мы делали определенную работу, Извини, скажи, 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 пожалуйста, в каком году вас обманули по какому вопросу? Это вот, мы как раз зашли под занавес, когда к «Серок» прилетели, там, ваше шоу такое было, помните? Я точно не помню, когда это было. Какой год, 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 скажите. Да, Владимир, год назовите. Блин, мне сейчас, я за рулем сейчас, мне из головы вылетело. А, ну хорошо, просто вы, смотрите, то есть при мне, при мне, да, то есть есть нюанс, да, это очень важно. При мне все, кто работали, все все получили. То есть, возможно, что, то есть, просто какой год, да, и какие работы вы выполняли, а такого не может быть. Это был уже конец, самый конец, вот самый-самый. Когда этот косяк со флинклерами был, не помните? Ну, хорошо, так, ладно, давайте, хорошо, давайте, потом, там, захватили компанию, всем же известно, да, кто захватил компанию. Ну, это было чуть раньше, чуть раньше до этого, не суть. Смотрите, вы гениальный человек, вы генератор идей, беда у вас всегда с компанией. Вокруг всегда у вас были рыбы-прилипалы. Смотрите, мы свою работу делали, предположим, за 5 евро, там же в курилке, после того, как мы на салфетке написали сметку 5 евро, превращалось в 35, и она вам на стол подавалась. И шлейф вот этих вот грабителей, которые всегда вас грабили, а у вас одного никогда не хватало, на вас большой коллектив для того, чтобы контролировать все это. Вот с командой была всегда проблема, если честно, вас всегда подставляли... Да, давайте, смотрите, сейчас, одну секунду послушайте. Вот, знаете, я скажу так, да, я слышал миллион таких вот историй, да, как только я говорю фамилию, назовите мне человека, все сразу куда-то сбегают. Понимаете, дело в том, что вот Россия в этом и проблема, да, фундаментальная, что у нас, к сожалению, люди не видят на долгу, на перспективу. Основная история всех, значит, украсть, украл, выпил в тюрьму, понимаете, и это одна из болей, да, то есть сегодня считается, что корпоративное воровство составляет 70%, и 3, внешние проценты только 30%, во всех странах мира. Это во всех странах мира есть, поверьте. А то, что там, значит, какие-то есть, наверное, нюансы были, ну, наверное, да. Но сейчас вот обсуждать что? Что у нас такие люди, но если я с такими людьми создал то, что никто не смог создать с офигенными людьми, да, то тогда, ну, давайте откроем производство Полонских, да, значит, и отправим в каждую, значит, куда-нибудь, в каждую точку, я образно говорю, да. Ну, а вы понимаете, обман любой, это временная история, да, если вы играете в длинную, и вообще, не то, что играете, это жизнь. То есть, ну, вот жизнь, да, вот мы сделали то, что мы сделали. Здесь вы что-то хотели сказать, да? Да, Владимир. На базе мира-то можно было создавать что-то свое, я попробовал, но я сдулся за 4 или 6 недель. Работать с такими коллективами, которые там были, с такой разношерстностью людей, это просто катастрофа, когда там, грубо говоря, чеченцы, таджики, узбеки. Молодой человек, молодой человек, послушайте, послушайте, молодой человек, вот послушайте меня, смотрите, вы очень странный человек, честно скажу. Я вам говорю, что я построил то, что никто не построил, я же не один строил, кирпичики собирал, значит, люди все-таки там собирались, может быть, вам сделать свою сторону, почему-то что-то вы не смогли, что-то смогли, и так далее. То есть, давайте, знаете, я вообще не хочу, чтобы меня обсуждали, слушайте, я пришел чай попить, ну хватит создать мерекс там, и так далее, но возьмите для себя лучшее. Если что-то плохое, напишите, да, я чем смогу, помогу или разберусь, да, то есть я не могу понять вашу мысль, вы мысли не можете... Владимир, будет ли у вас вопрос какой-то? Вы можете сказать что-то, что мне надо сказать, что да, все пропало, я не могу понять, что от меня требуется. Да, Сергей, Владимир, будет ли у вас вопрос? В территории Европы, то он бы был бы этим Илоном Маском, но Сергей Юрьевич в России ему не дадут никогда развиться до уровня Маска. Да, спасибо. Если бы вы были в другом месте, то вы бы стали Илоном Маском, считает наш слушатель Владимир. Ну, вот, к сожалению, у нас, знаешь, у нас батутные маски. Ну, вот, все же меняется, все меняется, все течет, поэтому еще все впереди. Вот мы соберем совещание девелоперов лучших с Маском в космической гостиной, и вы, кстати, принимаете участие, да, вот, значит, и обсудим, как будем менять мир, потому что то, как устроен сегодня мир, он не функционирует. Это мир, в котором нету счастья, это мир, в котором люди умирают на работе, это мир, в котором все время все находятся в страхе, в напряжении, там, и так далее, понимаете? Это мир, в котором постоянно идут войны экономические, политические, психологические, умных с дураками, дураков с умными. То есть, ну, и это все, конечно, приведет к глобальной катастрофе, вот, поэтому мы говорим о том, что мы не просто создаем оазисы, а в каждом оазисе важный момент. Там будет сформирована, значит, отдельная экосреда, то есть, грубо говоря, на Бали это одни определенные условия, но есть определенный базовый стандарт, да, и вы таким образом приезжаете, например, в Хаят, да, вы приезжаете в Хаят в каждой стране мира, и он имеет стандарт, имеет свои национальные особенности. Таким образом, мы хотим создать такую вот новую мировую сеть нетворкингов, коворкингов с обменом. Там, значит, более того, мы в каждом, в каждом таком хабе будет минимум по 100 представителей лучших университетов мира, да, это в обязательном порядке. Безусловно, значит, лучшие, значит, технологические компании, потому что там будут лучшие кадры, потому что там серфикинг, ну, серферы, бордеры там и так далее, да, я, там, мы вот, например, на Бали сейчас у нас целая команда таких вот, ну, ребят, и их уже не затащишь, понимаете, их уже не затащишь в какие-то там холодные места там и так далее. Поэтому сейчас вот, более того, вы понимаете, вот в связи с этим вирусом, да, тут вообще непонятно, как человек, то есть появилось свободное пространство с одной стороны, да, у людей, нас быстро, нас резко остановили всех. Нам сказали, ребята, может, вообще не туда бежите, может быть, такое технологическое развитие нам приведет в следующий раз к более катастрофическим последствиям, да, может быть, давайте все-таки, так сказать, как-то еще и наведем порядок на планете Земля, да, и не хватит столько денег тратить на вооружение, если бы мы столько денег, сколько на вооружение тратим, да, каждый год, вот эти просто, против кого мы вооружаемся, я понимаю, инопланетяне бы были, да, против них, ну, понятно, собрались все там, значит, давайте против инопланетян воевать, ну, какая-то есть там идея, да, а здесь-то, ну, планета, она такая маленькая, и тут бегают с автоматами, с ракетами, вообще, ну, как так можно? Звонок у нас еще, да, радиосустили на линии, да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня Петр зовут. Да, Петр, слушаем вас. Я хотел сказать, это тот самый Сергей Поломский, который обманул дольщиков, которого полиция искала в Таиланде, который в Черногории построил отель громадный, там распродает недвижимости. Да, вопрос, какой у вас будет? Будет ли вопрос? А вопрос, не хочет ли он все это тяжким трудом, в кавычках, заработанное, раздать 200 миллионов нищих в России и уйти в монастырь, вот, спасибо. 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 20 миллионов за чертой бедности. Да, очень важный момент, значит, меня освободили в зале суда, значит, первое, второе, никаких квартир, я не то, что не украл, я не думал, что можно думать, третье, значит, люди, которые не получили квартиры, их 103 человека, вот этот дом стоит, его не могут достроить 10 лет, потому что у меня украли компанию. И, значит, украли 103 квартиры, когда у тебя капитализация компании 4,5 миллиарда, это неприлично. А если вы выходите в эфир и задаете вопросы, вы сначала изучите, что из себя представляет человек, а потом выходите в эфир, вот. Поэтому давайте мы разберемся, вы знаете, у нас тут и так, там, он, каждый второй батюшка, по-моему, так сказать, а кто круто от этого, давайте приведем мир в порядок, я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, и если вы уж, так сказать, по православной церкви, не мне вас учить, не вам меня учить, да, то вы хугоете мне, рассказываете, как мне жить, куда, что там, вы разберитесь сами, понимаете, вы разберитесь, почему я незаконно 3,5 года сидел, и так далее, это вы возьмите, принесите извинения мне, а не я. Это я вот слушателю, который сказал. Ну вот Олег Тиньков в одном из интервью говорил о том, что бизнес аморален по своей сути, он не может быть аморален, по его словам. Можете ли вы с этим согласиться? Ну смотрите, слушайте, ну давайте так, Олег хороший парень, но он не моральный авторитет в области мира, в мире его никто не знает, надо понимать, да. А в мире как раз создаются компании, людьми, которые являются пассионариями, которые дают вижен, которые, если ты, значит, вот, пожалуйста, тот же самый Маск, да, сейчас, то есть, понимаете, это серьезная ответственность, а поскольку, так сказать, ну вот Олегу такой подход, вот у него такой, ну имеет ли право, ну имеет право, да, но это технологии совершенно прошлого века, с таким подходом у вас не будет ни бренда и не будет сообщества, как только рядом появится другой банк, который предоставит такие же услуги, да, на один цен дешевле, а из этого банка сразу уйдут, понимаешь, понимаете, это первое, второе, ну нравится ему так, так сказать, функционировать, ну, это же его выбор, да, но я бы все-таки сказал бы, что есть все-таки в мире практика и предприниматели, потому что все, что создано на планете Земля, создано предпринимателями, понимаете, конечно, не банкирами, да, конечно, не банкир, ну Олег банкир, ну он рассуждает как банкир, понимаете, там, взял сюда, отсюда вытащил, Если бы он создал хоть один проект, он бы немножко по-другому рассуждал. Но ничего страшного, мы потом попозже с ним побеседуем на эту тему. Но вам приходилось делать аморальные вещи в своем бизнесе за время ведения? Посмотрите, если бы я пошел против своей совести, я бы не потерял компанию в России. Поэтому я знаю, сколько стоит слово, я за него заплатил 4,5 миллиарда. И вот точно, абсолютно, ни разу не думал, что можно думать, чтобы что-то сделать, выходящего за какие-то пределы человеческие правил и так далее. Ну, теряется. Ну, по крайней мере, никто, если бы такое было, с учетом того, что моя личность известна, уже было бы огромное количество комментариев на эту тему. Поэтому я думаю, что все-таки... И вообще, в целом, я знаете, я вам скажу, что мы же... Вы поймите, да, если бы я шел бы по пути мошенничества какого-то, да, ну или вообще что-то непонятного. Ну, глупо, вы поймите, создать вот эту штуку, да, 4,5 миллиарда и какие-то там 103 квартиры. То есть это просто неприлично, да. Ну, вы же знаете, как устроена бизнеса в некоторых странах мира. Поэтому, ну, нас ждет большое будущее в целом. Мир в целом стоит на пороге революции. То, что происходит сейчас в Америке, это на самом деле вызов против всего рабства. Потому что все человечество оказалось в некоторой степени в рабстве у каких-то систем. И мы вынуждены, еще раз повторюсь, работать по 6 дней в неделю, уставать, умирать. За последние 120 лет, вы знаете, производительность труда увеличилась в 25 раз, да. А мы как работаем в 6 дней в неделю, так и работаем. Поэтому, конечно, тут необходимо, и весь мир стоит на пороге мировой революции. Потому что, ну, например, те же самые водители, да, через 5 лет не будет такой профессии, абсолютно понятно, да. Грузчиков не будет там, упаковщиков, бухгалтеров, финансистов. И вот, вот, это громадная проблема, да, переток такого количества населения в другие специальности, в другие регионы. Поэтому, вот, собственно говоря, мы этим как раз, вы понимаете, почему мы этим занимаемся? Потому что моя профессия девелопер, да. То есть, вот считается, кстати, такая, ну, вот, грубо говоря, если смотреть со стороны, то во всех религиях боги создали там небо, землю, воду, то есть, ну, планету Земля. То есть, вот боги, это девелоперы планеты Земля, да. А мы маленькие девелоперы, то есть, ну, то есть, мы как бы, мы, вот именно наша профессия основана на том, что мы создаем следующий ландшафт, понимаете. Поэтому, а от того, в каком ты пространстве находишься, зависит, собственно говоря, как ты и мыслишь. Поэтому у нас такая большая ответственность. Вот мы всегда, когда делали любой проект, мы смотрели на него, как он будет смотреться через пять, через десять лет, понимаете. И вот даже если посмотреть, вот смотрите, вот золотые ключи. Да, для наших радиослушателей. Там деревья, вода, речка, то есть, ты независимо от блокирования, это 15 лет назад мы сделали, да. Тогда еще там, ну, такого не было и в Европе никто и не делал там, 20 точнее. Вот, поэтому я не знаю, что вам еще сказать интересного. Ну, вот, кстати, о больших деньгах вы сказали, сколько стоит слово, 4 миллиарда. Михаил Ходорковский, который был гостем нашей программы, с ним тоже говорили об очень больших деньгах. Он сказал о том, что у человека в определенный момент он достигает предела. То есть, если в 90-е, как он сказал, это было несколько сот тысяч долларов в год, этого было достаточно для того, чтобы обеспечить себя как физическую единицу практически всем. В современном мире, может быть, это пара миллионов, но, тем не менее, дальше уже вот эти миллиарды, эти 9 нулей, они воспринимаются совершенно иначе. Когда вы потеряли 4 миллиарда, 4 с 9 нулями, что, в общем-то, для большинства наших радиослушателей, наверное, цифра абсолютно запредельная. Что вы почувствовали тогда? И почувствовали ли что-то? Ох, ты знаешь, вот я могу, я сейчас не буду... То есть, у меня смешанные чувства, да, то есть, с одной стороны, я абсолютно свободный сейчас человек. То есть, это потрясающее ощущение. И поэтому я могу как раз создавать новое. Потому что, если бы у меня сейчас была бы компания, не исключено, что я бы с утра до ночи бы впахивал и тащил бы, и тащил бы, и тащил бы. Вот, поэтому, с другой стороны, ты абсолютно правильно, значит, не так много нужно денег для того, чтобы нормально функционировать, да, а все остальное, это же история, она связана с тем, какие у тебя задачи и цели. То есть, если, например, раньше ты мог, имея компанию, компанию, подчеркиваю, не просто миллиард, а компанию, миллиард плюс, ты мог влиять на рынки и менять что-то, да, то сегодня уже, чтобы что-то изменить, нужно, чтобы компания стоила один триллион. То есть, вот компании, которые идут в районе триллиона долларов, они меняют мир, да. А для личного потребления, ну, так это и так всегда было понятно, слушай, вот я два с половиной года, например, был в Кремлевском централе, так там вообще можно было на 30 тысяч рублей в месяц питаться, да, максимум. Вот, поэтому надо уметь, ну, с другой стороны, ты знаешь, тут надо, с одной стороны, иногда надо поголодать, например, недельку-две, да, водички попить, чтобы вкус вернулся, да, с другой стороны, нужно уметь тоже, если ты как бы находишься в креативной профессии, бизнесе, нужно все-таки вкусно кушать, да, чтобы вкус был. То есть, если ты делаешь что-то красивое, то ты и сам должен красиво выглядеть, и у тебя вкус должен быть и так далее. И тогда это все соединяется в единое целое пространство, и получается что-то интересное. Потому что, конечно, ты понимаешь, ну, слушай, я когда начал Сити строить, мне был 31 год, понимаешь, там, да, ну, вообще, пацан пацаном, да, но, тем не менее, так сказать, вот оно стоит, то есть, не боги горшки обжигают, да, надо понять. Вот есть стихи, которые пришли мне в WhatsApp, они настолько, насколько я понимаю, опубликованы на вашем сайте, полониум, я вот процитирую небольшой отрывок «Молчание золота для подлецов среди застывших в окнах дураков, где шум достоин награждения, там лезть дороже уважения». Это вы написали? Да, я пишу, у меня, конечно, да, у меня, да, да. Часто вам стили в жизни? Ну, вы знаете, вот, я вообще, посмотрите, я попробую объяснить, да, я как ледокол шел вперед, да, то есть, вот, я был сконцентрирован на Сити, на компании и так далее, у меня не было времени вообще заниматься, там, слушать, что обо мне люди говорят, да, там, и лезть и все остальное, да, у меня с утра до вечера шли планерки, совещания и так далее. А, ну, вот, как бы, я, вы знаете, это же фундаментальный вопрос, да, где ложь, а где правда, если тебе льстят, ты не знаешь реальную картину. Но я бы все-таки еще раз сказал бы, что надо, тут надо оценивать, нельзя пытаться разобрать меня по частям, да, или компанию, а надо смотреть целиком, вот целиком, вот стоэтажные здания, это не пять двадцатиэтажных, да, вот есть продукт, который никто не смог сделать, да, до этого. Понимаете? Башня федерации сейчас вы показываете нам. Это значит, где-то, где-то, где-то может быть, где-то может быть одно, где-то другое, где-то было больше этого, где-то этого, какой-то год одно. Может быть, даже, я не исключаю, что действительно, может быть, там, товарищу, который вот сейчас звонил, ему там не доплатили какие-то деньги, хотя он сказал бы, четко объяснил, хотя бы какие-то работы проводил, да, я бы хоть понял, с какого он направления, а так-то. Вот, поэтому, если вас окружили с лицей, то, конечно, ничего хорошего не будет. Это понятная енота. Ну, если говорить о том, когда человек занимает определенную ступеньку социальную, потому что я помню, когда я ездил после импичмента к президенту Литвы, у него в доме была картина «Святой Себастьян», где лучники расстреляли, как известно, своего командира, и он как раз говорил о том, что я это почувствовал. Когда я был президентом, у меня было много как бы друзей, которые жаждали общения со мной. И когда я перестал быть президентом, от меня практически все отвернулись. И мало того, что отвернулись, так и стали кидать камни. Для миллиардера, который оказался потом в тюрьме, и который потерял что-то подобное. Да, знаете, ничего нового. Та же самая история, да, то есть 90% людей куда-то пропало там и так далее. То есть я вначале, знаете, я вначале думал, вот надо же так, да, жил-жил в родине, знаете, как-то вот всем помогал и все делал. И да, думаю, наверное, я где-то накосячил, знаете, а потом я посмотрел, вот один, вот второй, вот третий, и оказалось, что у 90% людей такая же ситуация, понимаете. Поэтому это же, мы же все, так сказать, построссийско-советские какие-то определенные гены в себе несем, понимаете. Вроде мы, вроде мы, у нас же произошла катастрофа на всем пространстве, понимаете. Это реально геноцид сознания, геноцид семьи. То есть были уничтожены родовые связи, отец за сына не в ответе, сын за отца не в ответе. Ну и так далее. Я уж про Ригу не буду ничего вообще говорить. Поэтому, конечно, мы такие вот, как бы, нам надо учтиться, ну, быть некровожадными, понимаете. Потому что, вот даже, вы думаете, что Россия единственная страна в мире, кстати, да, где были рабы свои. В остальных странах мира рабов захватывали из других стран. Поэтому, да, вот, ну сейчас, вы знаете, вот как сказать, вот все... То есть Рига точно может не бояться, никто, то есть никто ни на кого нападать не собирается, мне кажется. Но вообще, с другой стороны, вы понимаете, вообще политика это все прошлое, я вам объясню. Потому что реально через максимум, ну, 3-10 лет, да, от 3 до 10, все перейдет в прямую демократию, будет, значит, совершенно по-другому будет приниматься решение. А те страны, которые не перейдут на новые системы, они просто будут неконкурентоспособны по продукции. Поэтому технологическое развитие невозможно остановить. То есть, либо вы, так сказать, его управляете и движетесь вместе с ним, да, либо вас выкинет просто на задворки человечества. А Россия все-таки имеет фундаментальное... Вы понимаете, тут очень важно, мы на самом деле имеем очень такую фундаментальную точку, с одной стороны. С другой стороны, у нас философы. Все-таки мировая философия без российской философии не может представлять ничего из себя. Потом у нас математики и блокчейнисты, а без блокчейна сегодня две трети блокчейнистов русскоговорящие, да. Вы не можете создать цифровые там процессы. То есть, мне кажется, что если, так сказать, вот потенциал есть, собственно говоря, да, не то, что есть, а он огромный. И в этом плане, может быть, даже в Европе, вы понимаете, возможно, что сейчас Европа очень сильно разъединится, скорее всего, к сожалению, да, из-за того, что все будут бояться друг друга, я вижу там. Поэтому мы будем видеть какие-то новые формы взаимодействия, и я уверен и думаю, надеюсь, что в каком-то ближайшем будущем у нас не будет границ, и мы будем, так сказать, функционировать в какой-то другой парадигме. Ну что ж, да, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо вам за то, что вышли. Спасибо большое, да. Присоединяйтесь к проекту «Оазис», вот, не переживайте, берегите свое здоровье, берегите здоровье, и я с удовольствием как-нибудь прилечу к вам в гости. Да, мы будем ждать вас в нашей студии уже не по виртуальной связи, а в реальности. Спасибо вам, что нашли время и вышли в фильм. Мы в конце, спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok